друзья всем привет вы на канале джем и сегодня мы вновь поговорим об освещении помните где-то в середине двухтысячных появилась такая штука как на стенам потолочные светильники ну такая салатница к потолку крепилась там или к стене там еще чтобы лампочку поменять надо было вот эту все снять аккуратно не уронить не разбить поменять и назад повесить вот эту тяжеленную стеклянную тарелку вот ну дизайн у них кстати тоже был так себе поэтому как правило использовали где-то ну от глаз подальше там коридоре в прихожей но время идет технологии не стоять на месте и посмотрите как все поменялось вот и настенно-потолочные светильники посмотрите какая красота вот именно о них мы сегодня подробно и поговорим итак начнем с конструктива в принципе особо за это время ну конструктив не поменялся кроме что использование материалов и так настенно-потолочный светильник ну как бы вся та же тарелка только интереснее гораздо естественно вес современные материалы это теперь легкий пластик который уже не так много весит который если вдруг даже отвалится из-за неправильного монтажа ну ничего страшного и опять же пластик это уже не стекло его сложно разбить почти невозможно вот я так однажды вот здесь вот на брови рассечение получил за и что делал пылесосил пылесосил так он задрал шланг от пылесоса вот эту трубу ударил по люстре люстра упала не на голову вот так вот друзья ну вот такая бы упала и все бы было здорово и хорошо и так монтаж монтажная плоскость здесь тоже все просто здесь тоже все понятно здесь у нас три монтажных отверстия которых вполне достаточно потому что еще раз ребят ну вес тут ну не знаю грамм наверное 400 можно около того очень легкий очень простой монтаж такой же простое подключение все блоки все там 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 уже ничего не нужно будет коммутировать один единственный провод выходит здесь все как всегда фаза 0 и заземление основной фишкой этих современных настенно-потолочных светильников являются пульт радиоуправления мы же любим всю штучку на пультиках а не вставая с дивана потыкал потыкал все сделалось как надо в чем фишка это не только включение и выключение как вы знаете у света есть различная температура свет бывает теплым бывает нейтральным бывает холодным и вот вы отправляетесь покупаете в люстру лампочки приходите домой вкручиваете холодный свет зажгли не то не уютно обои отливают как-то не так что-то еще но не нравится в общем вам пол выглядит по-другому пошли в магазин взяли теплые лампочки пришли крутили теплые лампочки опять не то что-то не так ну что-то что-то какое-то желтое становится все опять отливает белое становится желтоватым снова все не так так вот здесь друзья это все предусмотрено здесь есть возможность регулировки температуры света давайте обратим внимание на этот красивый светильник и так нужен нам холодный например и мы делаем его максимально холодным вот таким нужен нам чуть потеплее какой нейтральный и мы добавляем вот так вот так вот так и все теплее и теплее а если хотим примут закатное солнце пожалуйста теплым максимально теплый свет ну я уже не говорю здесь а вот этом красивом центральном узоре который контрастно подсвечивается до обратите внимание я делаю свет холодным а узор становится теплым делаю наоборот и все происходит наоборот какие чудеса и так вопрос температурой света решен можете регулировать как угодно в зависимости от помещения в зависимости от времени суток закатный свет в любое время у вас дома ночью днем утром вот но и также конечно стоит обратить внимание что все эти светильники они само собой светодиодные а значит очень экономичные значит что расходует минимальное количество электроэнергии давайте еще вот об этом светильнике поговорим тоже мне очень нравится и здесь еще одна такая интересная функция есть кроме таймера отключения например на полчаса и на час ну то есть удобно да там в детской комнате расположить ребенок засыпает вы ему на полчасика включили все через полчаса свет и тихий час ну либо через час ну либо уезжаете из дома да вот для частных домов будет такая штука актуальна из дома например уезжаете но не хотите подавать видимости того что все из дома уехали оставляйте светильник включенным таймер на час и все спокойно уезжаете и возможные злоумышленники думают что дома кто-то остался и кто-то есть и кто-то потом выключил свет и еще одна очень классная функция конечно это функция ночника ночник внимание вот так выглядит приглашенный еле-еле светящийся причем их их много разных разного цвета ночник холодненький тепленький смешанный вот такой вот ночник это на самом деле очень удобная функция функция ночника ночью встали пошли за стаканом воды потому что некому подать вам стакан воды пошли за стаканом воды и не наступили на кошку кошка жива вы довольны нога цела вот такая вещь разнообразие мощности и так они бывают 60 ватт как например эти светильники что в принципе и так достаточно мощно само по себе с прибавим на максимум это очень мощное свечение 60 диодных ватт это сейчас я вам скажу здесь на коробке все написано 60 ватт это эквивалент 400 ваттных ламп накаливания ну а если вы уже забыли как светят лампы накаливания то есть специальная таблица которая применяется к жилым и не только помещениям там прописаны все нормы освещенности и так нормы освещения в жилых помещениях измеряется это все в люксах значит жилых комнатах гостиных и спальнях 150 люксов это норма кузне столовой так же 50 детская комната 200 кабинет 300 коридоры 50 кладовки 300 а вот что это за такие люксы и как там все посчитать я сейчас расскажу это проще простого люкс это люмен на квадратный метр соответственно там 1000 люменов на 10 квадратных метров это 100 люксов очень просто на ценниках написано 5950 люменов соответственно мы делим это число на требуем нам площадь например мы решили такой светильник установить гостиной гостиная площадью там 25 квадратных метров значит мы берем 5950 люменов делим на 25 квадратных метров мы получаем 238 люксов как видите этого вполне достаточно даже сверх нормы поэтому одного такого светильника например достаточно для 25 квадратных метров а вот такого здоровенного со световым потоком 10 тысяч 200 люменов достаточно даже в детскую комнату там прям уроки можно делать без дополнительного освещения очень яркие светильники подытожим друзья на стенопотолочные светильники в таком современном исполнении перестали быть чем-то таким знаете чем-то бюджетным чем-то вынужденным чем-то временным стали полноценной частью красивой частью красивого интерьера и качественного освещения дома поэтому друзья приходите джим выбирайте красивый потолочный светильник ну и если вдруг по какой-то причине на вас начнет смущать цена давайте просто на секунду задумаемся из чего этот светильник сделал например стоимость 3800 светильника да он управляется с пульта как мы знаем переключатель на радиоуправлении стоит 1200 рублей то есть 1200 рублей плюс диодная лента диодная лента которая умеет менять цветовую температуру плюс блок управления диодной лентой плюс функция ночника плюс таймер отключения все это вместе красиво в нарядном корпусе с блестками с простотой монтажа просто той подключения и вы поймете что на самом деле вот потолочный светильник это просто себестоимость всего что в нем есть внутри поэтому друзья приходите выбирайте либо какой-то небольшой в небольшое помещение вот например такой либо такой огроменный который готов осветить ну до 50 метров комнату на самом деле приходите выбирайте ну и если что не забывайте что джиме всегда есть рассрочка без первоначального взносов без банка без переплат спасибо что были вместе с нами не забывайте подписаться на канал ведь на канале все больше и больше интересных видео всем спасибо пока а Субтитры подогнал «Симон»